Здравствуйте, пожалуйста. Хорошая новость из небесной канцелярии. Зима в Крым пришла без опозданий. Конечно, это крымская зима. Легкомысленная, своенравная, непредсказуемая, но все равно милосердная к полуострову и его жителям. Поэтому крымские виноградари трудятся, не покладая рук, расширив виноградные плантации почти на тысячу гектаров. А еще близится к концу изнурительный ремонт улиц Симферополя, который в конец измучил жителей столицы. Ремонт, надо отметить, не лучшего качества, но обсудим эту тему, когда работа будет предъявлена во всей полноте. В общем, в республике обычные будни с их житейскими радостями и печалями. Да, тут украинский президент Порошенко опять учудил, решил, наконец, возвращать Украину в Крым. На прошлой неделе вернул два военных катерка и буксирчик. Натурально вместе с экипажами из перепуганных матросиков и офицеров. А дело было так. Порошенко отдал приказ, чтобы его Тюлькин флот нарушил морскую границу России и даже, чтобы нагло прорывался к мосту Ивазовское море, мимо наших пограничников. Провокацию пан президент, естественно, согласовал с американскими хозяевами, без ведома которых и шагу не делает. Короче, нарушители попытались по-бандитски протиснуться к Крымскому мосту, но российские корабли быстро перевели украинских моряков в чувство. В итоге катерки с буксиром были поставлены на прикол, а экипажи пошли под суд. Причем российские пограничники действовали решительно, но крайне бережно к диверсантам, хотя могли прихлопнуть как муху. И были бы правы. Всем понятно, что Порошенко устроил провокацию ради манипуляций с президентскими выборами и для нагнетания русофобии, но перестарался. Запад вяло отреагировал на вопли из Киева, мол, караул маленького бьют. Устал Запад от больных на всю голову бандеровцев. Да что Запад! Уже даже в Верховной Раде конкуренты за президентское кресло заплевали и обматерили несчастного Порошенко и его комарелью. Я прошу всех пильно голосовать. Я ставлю на голосование. Обязвав меня нецензурным словом. Ось цей покидьок з першого ряда. Я не подстилка, ви подстилка. Подстилка Путіна. Була в подстилку декоратуру. Ви знаете, бабушка говорити не можно, а подстилка говорити можно. На першого заступника головы Верховной Ради Украины. Я требую, чтобы Власенко вийшов из зала. Чтобы мы не матюкалися в парламенте. Но Верховная Рада все-таки прогнулась под напором Порошенки и поддержала введение военного положения в десяти областях. А теперь, внимание, интересная деталь. Военное положение объявлено в регионах, которые граничат с Россией и Приднестровьем. В их числе и Херсонская область, которая от нас по ту сторону Перекопа. То есть уже и украинский парламент осознал, Крым – это Россия. А сам Порошенко так и пригрозил, мол, если хоть один российский солдат ступит на украинскую землю, то держите меня семеро. То есть опять же подтвердил, что Крым – это Россия и что на Донбассе российских военных нет. Вот так. А что до военного положения и визгливых угроз пана президента, то они, конечно, взъерошили не нас, а украинских громадян. Ну а как не испугаться, если власть подняла армию по тревоге и расчехлила пушки, а Порошенко кликушествует и бредит войной. Это же не шутки. Вот почему перепуганные родители прячут своих сыновей, чтобы их не забрали в армию, потому что там не армия, а черти что. И даже хуже. Однако циничные укропы не гнушаются даже детям промывать мозги, заставляя школьников участвовать в антироссийской вакханалии и рыть окопы для солдат. Ну это же настоящая подлость. Михайло очень справно работает лопатой, не отстает от старших пилигримовцев, а сегодня он выкладывается на полную, чтобы принести пользу войскам. Мы помогаем военным накопать окопы, чтобы они хотя бы могли тут спрятаться или что-то сделать хотя бы. Конечно, все это горько и обидно, потому что происходит с Украиной. По сути, с частью нашего большого и единого народа, сегодня разделенного на несколько государств. Ну и то, что бандеровская банда все время копошится вокруг Крыма, тоже не радует. Но не видать укропом нашего полуострова, как своих ушей. Да и защищена республика так, что никто не посмеет посягнуть на мир и покой крымчан. Поэтому и идет у нас обычная жизнь. Хотя вот во всемирной паутине интернета живут такие блогеры, у которых рейд украинских корыт к Крымскому мосту вызвал страх, падучию и море слез. Некто, как Тебельский Сашуля Горный, на сайте Эхо Москвы, услышав про укрокотера, устроил такую бабью истерику про войну, что ему даже двойной клестир не помог. Этот храбрец уже готов был сдаться украинскому буксиру и спеть «Щеневмерла Украина», но не успел. Наши пограничники арестовали катерки. Такие вот у нас либеральные героичики, которые скачут с картонными сабельками по бескрайним просторам интернета. Страшная аж жуть. Ну все, мы сейчас скачим на диких скакунов и в одну минуту догоним и перегоним доктора. За мной! Только где найдешь этих диких скакунов? Совершенно дичали. Бегаю, черт знает где. Впрочем, у нас есть дела посерьезней. Снег и Мороз создал проблемы для транспорта, однако Крымавтодор очистил уже более тысячи километров и работа продолжается. Так что ездить можно без опасения. В том числе и по Крымскому мосту, где за чистотой трассы следят, как вы понимаете, с особым вниманием. Правда, сам Дед Мороз по полуострову передвигается на вертолете. Недавно добрый волшебник прилетел к артековцам. Объявил я наступающий год годом добрых дел. И девиз года будет – найди время для добрых дел. Для добрых дел появится возможность и у крымских студентов. Глава Крыма предложил конкурс для тех, кто уже сегодня стремится к политической и общественной жизни на полуострове. Победители не только пополнят ряды «Единой России», но и смогут побороться за место в парламенте и правительстве республики. Впрочем, доброе дело можно делать тихо и безымянно. В Москве на Нахимовском проспекте на стене пятиэтажки появилось трогательное граффити с обращением к Гагарину «Юра, мы исправились» и изображением главных российских событий последних лет. Среди них, конечно же, возвращение Крыма в родную гавань. И на сегодня у меня все. Остальные новости через неделю. Удачи и всегда смотрите Первый Крымский. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА